Песры, калейдоскоп афиш, новинок сезона, а также детская карусель с настоящими куклами. Первое, что привлекало внимание юных зрителей, переступивших порог храма искусства. Следующим сюрпризом для маленьких театралов стала выставка кукол и разнообразных поделок из папье-маше. Автор Ирина Швейкус, очаровательный художник-батафор Брестского театра кукол, которая решила выйти за рамки порой рутинного реквизита и заказов режиссера-постановщика. Кстати, первая и самая любимая кукла Ирины – лиса-блондинка. Как говорится, сходство на лицо. На работе все равно есть какие-то рамки, то есть есть какие-то ограничения, потому что мы воплощаем все-таки идею художника-постановщика. А здесь я уже занимаюсь чистым творчеством, чистое самовыражение, то есть просто то, что мне хочется делать для души. Моя первая нескромность. Так Лилия Верста, актриса кукольного храма Мельпомена, назвала свой дебют – выставку-продажу изделий из валеной шерсти. Первый пушистый комочек рукодельница взяла в руки полтора года назад. И сегодня это увлечение отдушина, которое позволяет ей выражать свое «я» не только на сцене. Мы ничего не производим, мы не делаем ничего руками. То есть то, что мы делаем на сцене, оно вот сейчас есть, раз и оно исчезло. И даже второй раз ты не сможешь сыграть свою роль точно так же. А это вещь, которая остановилась в мгновении, можно так сказать. Тем временем холл постепенно наполнялся юными зрителями, которые с удовольствием знакомились с авторами выставок и их необычными работами. Полным ходом шла подготовка актеров к выходу на сцену. Накануне первого спектакля в этом сезоне они волновались, наверное, больше всех. Артисты-кукольники всегда должны быть, наверное, эмоциональнее вдвое. Вы видите, я в костюме черного кабинета, я работаю за ширмой. Но чтобы образ показать свой, эмоции надо показывать намного сильнее, чтобы передать их через куклу. Сегодня сезон мы открываем новой постановкой, которую пригласили режиссера из Белорусского государственного театра «Кукол» Александра Янушкевича, который поставил пьесу немецкого драматурга Отфрида Пройслера по пьесе «Разбойник Котценплотц». У нас с ним называется немножко по-другому, приключения Касперля и Сепеля, которые главные действующие лица. Поэтому первый показ и сезон начинается праздничным показом спектакля. Перед премьерой спектакля маленьких театралов ждал еще один сюрприз. Атмосферу самого настоящего праздника им подарили аниматоры, которые затеяли веселую игру прямо в холле театра. Именинников ждали подарки – марионетки, символ кукольников. Веселый смех, приправленный воздушными шарами и праздничными шурой, прервал третий звонок. Который повесил зрителей о начале спектакля – долгожданного сценического таинства. Вы что, газетки читаете, бабушка?